Пожалуйста, Александр Анатольевич Рогов. Пожалуйста, Александр Анатольевич Рогов. Рассказать о честности выбора на территории Псковской области, потому что мы за рамками Псковского областного собрания слышим об этом, но депутатам, наверное, тоже было бы интересно послушать, может быть, и задать вопрос. Может быть, у Андрея Анатольевича в связи с беспрецедентными судами, количеством судов, даже в суде Псковской области, говорят, такого еще не было прецедента. Наверное, появились бы новые мысли по этому вопросу, может быть, поделимся. Поэтому, может быть, еще вернемся и к этому вопросу. Не хочет выполнять решения судов, потому что докладываю вам, что у нас на территории Псковской области есть ряд муниципальных образований, где не спешат выполнять решения судов. А некоторые попросту их не выполняют территориально избирательные комиссии. Но и, так сказать, последнее, убедить все-таки включить этот вопрос в повестку дня сессии, у нас есть заявление трех фракций. Яблоко, ЛДПР и КПРФ, где они обратились к председателю, главе ЦИК Владимиру Чурову с заявением о расформировании избиркома Псковской области. И у губернатора Псковской области просят председателя областной избирательной комиссии. У нас всего в областном собрании пять фракций. Поэтому мы сегодня просили бы две фракции, Единую Россию и Справедливую Россию, поддержать большинство, да, по количеному составу фракций. И уже областным собранием обратиться с этим вопросом. Но, опять-таки, это будет решение, так сказать, может ли мы поменяем, может быть, Цветков нечто такое расскажет нам, что изменится наше отношение. Но еще раз просим все-таки проголосовать за включение вопроса о доверии председателю избирательной комиссии Псковской области Цветкову Николаю Юрьевичу в рамках сегодняшней сессии. Это очень важно, если мы действительно хотим сделать выборы честные и открытые. Они уже скоро. Спасибо, Александр Анатольевич. Ставлю на голосование предложение депутата Рогова, уважаемые коллеги. Александр Анатольевич, по мотивам голосования. Александр Анатольевич, по мотивам голосования. Сейчас мы голосуем, Евгений Маркович. Это выступление по мотивам в рамках регламента до голосования. Сейчас закончим голосование, я вам предоставлю слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из обращений избирателей нам стало известно, что в Псковской области накануне выборов президента Российской Федерации и депутатов представительных органов местного самоуправления, назначенных на 4 марта 2012 года, возможны немотивированные законом кадровые изменения в составе сотрудников, системных администраторов государственной автоматизированной системы выбора. Как нам сообщили, могут быть предприняты попытки незаконного, в том числе под давлением, увольнения сотрудников, отказавшихся при подсчете голосов избирателей 4 и 5 декабря 2011 года, вводить в ГАЗ выборы данные, заведомо несоответствующие действительности. Полагаем данное намерение заведомо незаконным, нарушающим законодательство Российской Федерации. Эти действия могут повлечь за собой искажение воли заявления граждан на выборах. В связи с вышеизложенным просим, первое, установить факты всех кадровых перемещений, в том числе увольнений, среди сотрудников государственной автоматизированной системы выбора в период с 5 декабря 2011 года до момента ответа на данное письмо. Второе, проверить данные факты на соответствие законодательству Российской Федерации и изучить обстоятельства каждого увольнения. Третье, при установлении нарушений законодательства Российской Федерации просим принять меры соответствующего реагирования в рамках подведомственности. Четвертое, установить контроль за кадровыми изменениями среди сотрудников, в том числе государственных гражданских служащих, государственной автоматизированной системы выбора до момента завершения обработки протоколов с избирательных участков на выборах 4 марта 2012 года. Пятое, при подтверждении фактов установить лиц, организовавших попытки увольнения сотрудников государственной автоматизированной системы выбора после 4 декабря 2011 года и привлечь данных лиц к установленной законам ответственности. Шестое. Сообщить нам о результатах проверки на адрес, указанный ниже. Подписи Копасов, Макарченко, Шлозбург. Учитывая то, что данное письмо подписано только что, копию его мы сейчас вручаем Андрею Анатольевичу Турчаку и просим его проявить инициативу вернуться к вопросу о выборах депутатов в представительных органах и лично выступить на сессии со своим мнением, заявлением по данному вопросу. Львов Маркович, по повестке дня я не понял предложения, какие? Коллеги, пожалуйста, еще предложение по повестке дня. Пожалуйста, уважаемые коллеги, еще предложение по повестке дня. Александр Алексеевич, простите, ради Бога, за третье напоминание. Я предлагаю проголосовать, вернуться к голосованию, внести в повестку дня сессии Псковского областного собрания депутатов вопрос о доверии председателю избирательной комиссии Псковской области Николай Юрьевича Цветкова, ранее внесенной коллегой Роговым, пригласить Николая Юрьевича на сессию областного собрания, иметь возможность парламенту, принимавшему избирательный кодекс области, задать господину Цветкову вопросы, истекающие непосредственно из деятельности избирательной комиссии Псковской области. Прошу внести данный вопрос в повестку дня. Лев Маркович, мы уже по этому вопросу проголосовали, предложение было непринято. Вы проголосуете возвращение. Я прочитал важный документ в соответствии с нашим регламентом. Выступление по мотивам голосования должно состояться до голосования. Такой возможности не было. Я выступил после голосования. Вы внести свое предложение или вы поддерживаете то предложение, которое озвучил депутат Рогов? Хорошо, давайте так. Я вношу свое предложение с учетом того документа, который я зачитал. Пригласить Николаевича Цветкова в связи с ситуацией, сложившейся с сотрудниками государственной автоматизированной системы выбора. И обсудить данный вопрос, касающийся всех нас без исключения, сейчас на сессии Псковского областного собрания. Хорошо. Значит, коллеги, кто-то желает выступить по данному вопросу? Нет. Ставлю на голосование предложение депутата Шлосберга. Прошу голосовать. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.